МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре началась реконструкция четвертой очереди набережной. Она была построена позже всех 80-х годах прошлого века. С тех пор здесь не было серьезного ремонта. Все работы планируют завершить к следующей зиме. Какие изменения ждут набережную? И один из главных символов города – ладью – узнала Марина Матвейшина. Знаменитая самарская ладья ждет обновления. Сильно ее облик не изменится, но всю облицовку снимут до каркаса и заменят на новую. Стоять стало будет на фундаменте из красного гранита. В Самаре начали реконструкцию четвертой очереди набережной. От ладьи вниз будут спускаться гранитные лестничные марши. Внизу у ее основания возведут фонтаны. Фонтан с подсветкой у нас? Фонтан будет всегда с заполнительной подсветкой. Зависимся от режима. В рамках реконструкции у нас подпорная стенка. Как она правильно называется? Подпорная стенка. Они ремонт проводят. Из-за ремонта подпорной стены пляж на этой очереди набережной будет временно закрыт. В некоторых местах она треснутая, есть выдавливание. То есть это все будет окружировано. Там, где нужно блоки поменять, бетонные стенки будут заменены. То есть там будет восстановлен конструктив, геометрия стенки. Естественно, пляжной зоной пользоваться в этих условиях будет не просто неудобно, а опасно. Сейчас всю набережную окружили забором. Доступ сюда закрыт. Горожане к этому относятся понимающие, говорят строители. Проект считается особенно сложным. Набережная состоит из трех уровней. Сюда будут подводить новые коммуникации, строить новые сооружения. Это очень трудоемкий объем работ. Но, если честно сказать, что очень сложных, если рассматривать все объекты по отдельности, сложных объектов нет. Достаточно такие серьезные. Но тема трудоемчей этого проекта, что именно в одном месте происходит сразу одновременно все виды работы. Пока на объекте трудится полсотни человек. Рабочие демонтируют турники со спортплощадок и качели-карусели с детских. Вырубают старые деревья и кустарники. Вскоре штат работников увеличится до трехсот. Работать планируют в три смены круглосуточно. Будем внимательно наблюдать. Постараемся, чтобы подрядчики как можно быстрее вошли в тот ритм работы, который позволит нам к первому декабря завершить все основные работы на этом участке. По поручению губернатора будет организован общественный совет. Жители Самары будут контролировать весь ход работ и участвовать в приемке готовой набережной. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. В промышленный район Самары пришла проверка в лице главы города. Мэр смотрит, в каком состоянии находятся дворы, дороги и тротуары. Замечания берут на карандаш. Звучат и конкретные сроки устранения проблем. Вместе с Олегом Фурсом по промышленному району проехала и Марина Матвеевшина. Приклеил понадежнее и с чувством выполненного долга марширует к следующему фасаду. Незадачливый расклещик объявлений еще не догадывается, что попался. Молодой человек, на минуту можно сюда? За порчу фасадов школьнику приходится отвечать перед самим главой города. Сколько вам платят за эти вещи? Мало. Мало? Очень. А не пытались устроиться на работу? Пытался. Ну и что? Особо не делаю. Влад, больше не занимайтесь этими вещами. С вами свежутся мои помощники. Предложим вам работу. А это вы портите город. Понимаете, вас еще могут наказать очень серьезно. И вас, и родители. На этот раз молодого человека только предупреждают. И лишают стопки нереализованных объявлений и тюбика с клеем. А вот несколько управляющих компаний промышленного района только словами не отделаются. За плохую работу придется заплатить штраф. Мэр Самара объезжает промышленный район. Все замечания по состоянию дорог и дворов вносятся в протокол. По газонам замечания сделаются. Придомовые газоны. По мере... Да? Да. По мере пытаяния пусть вычищаются. Промышленного района снега возите сейчас, нет? Он сейчас приступил к рыхлению центральных этих самых дорог. Вот нам бы просто, мы вот с ним, с Анатольевичем говорили, чуть-чуть бы увеличить немножко, как бы сейчас получше бы, все он смотрел бы район. Здесь помечания надо очищать. В зоне внимания незаконная реклама, киоски и стройплощадки. Доступ на них должен быть закрыт. Забор прилично выглядит и не выходить за обозначенные в документах параметры. Вот сейчас мы разбираемся тоже, тоже какая-то частная собственность, что строят, мы разберемся. Но вот здесь не вышли за границей. Ни одна стройка у нас, за исключением одной, на 50 сантиметров. Там старый забор был, это на физкультурный. Но мы их наказали все равно на 50 тысяч. Приведенный в прошлом году в порядок бульвар Старозагора остается самым любимым местом прогулок для местных жителей. У меня уже дети все взрослые, в том числе внук. Но дело в том, что я вижу, что здесь летом, но столько детей, как нигде. Они все здесь. Им хорошо, Никита. Хорошо. Мы в этом году сделаем фонтаны цветомузыкальными, они будут с подсветкой цветной, будет очень красиво. Жители говорят о том, что часто делают замечания подросткам и даже взрослым, когда те не доносят мусор до урна. И понимают, наводить чистоту в таком большом городе сложно, особенно если сами горожане этому не способствуют. Невозможно, как я уже говорил, поддерживать порядок в городе только силами чиновников. Здесь необходима реакция самого общества. Мне кажется, если вот это сознание будет проникать в души людей, наверное, в городе станет гораздо чище. Очень много мусора. Вы проезжали вместе с нами, видели. Это мусор бытовой. Мусор, который выбрасывают люди, идя по дороге, из окон автомобилей, может быть, из своих сумочек. Поэтому здесь нужно повышать общую культуру. Районным властям глава города поручает устранить замечания, которые выявили во время объезда. Среди них вывоз снега, очистка скатных кровель, подбор мусора. Сделать это необходимо в самые жесткие сроки. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. В национальном рейтинге прозрачности закупок Самара заняла шестую строчку. Такой высокий показатель достигнут впервые. Эти данные озвучили на заседании антикоррупционной комиссии. За последние два года в мэрии проведена серьезная работа. Так, только в прошлом году на закупках удалось сэкономить более 200 миллионов рублей. Также расформировано крупное подразделение, где могла иметь место коррупционная составляющая, департамент потребительского рынка и услуг. Полностью обновлен состав комиссии по рекламе. Глава города Олег Фурсов поручил ужесточить требования конкурсной документации и создать единый информационный портал, где все производители услуг могли бы размещать свои цены. Поэтому такую биржу мы создадим обязательно в этом году. И все руководители бюджетных учреждений будут апеллировать к той информации, которая на этой бирже будет указана. Это такая электронная площадка. И последующие проверки нам позволят нерадивых руководителей бюджетных учреждений призывать к ответу. Опытом Самарской области в борьбе с теневой экономикой поделился Николай Меркушкин. На заседании Совета ПФО его провел полпредпрезидента Михаил Бабич в Оренбурге. В 63-м регионе ведется работа по противодействию создания теневых схем. К примеру, только наведение порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить в региональном бюджете порядка 3 миллиардов рублей. В частности, по инициативе Николая Меркушкина компенсация жителям для оплаты услуг ЖКХ теперь начисляется после подтверждения оплаты коммунальных услуг. Губернатор неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволит свести к нулю использование мошеннических схем в этой сфере и, как следствие, сделал ЖКХ региона более прозрачным. Опыт губерния в решении этого сложного вопроса оказался востребованным и в других регионах ПФО. В Самаре должникам заводу не дадут кредиты. В 50 ведущих банках региона направлен список юридических лиц, систематически задерживающих оплату за коммунальные услуги с недоимкой в более 500 тысяч рублей. Сколько всего должников в списке знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня подорожала до 51 доллара за баррель. Валюта, наоборот, теряет в цене. На 29 марта Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 93 копейки. Евро – 61 рубль 81 копейка. Золото стоит 2304 рубля, серебро – 32 рубля 89 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 7 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 81 копейку. Работающим сверх нормы сотрудникам могут увеличить отпуск. Депутаты Госдумы предлагают вынести поправки в Трудовой кодекс и за ненормированный рабочий день прибавлять до 15 дней отдыха. А также запретить переработки беременным женщинам и сотрудникам, не достигшим 18 лет. «Лукойл» может продать до 30% автозаправок в России из-за падения рентабельности. Сейчас у компаний 21% от общего числа заправок в стране. А должникам заводу в Самаре не дадут кредиты. Всего в списке злостных неплательщиков 75 юридических лиц. Их общий долг превышает 350 миллионов рублей. Данные о них разосланы в 50 банков, которые представлены в нашем регионе. На этом все. Удачи в делах! Почти 80 жалоб на коллекторов поступило в этом году в региональную службу судебных приставов. В основном это обращение от людей, которые никому не должны. Кредиты не платят их родственники и знакомые. Чаще всего жители жалуются на чересчур назойливые звонки. С этого года в силу вступил закон, согласно которому коллекторы имеют право беспокоить должников не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и четырех раз в месяц. Начиная разговор, сотрудник агентства обязан представиться, сообщить название фирмы и цель звонка. Общаться имеет право только с должником. Кроме того, конторы, для которых взыскание недоимки – основной вид деятельности, обязательно должны быть внесены в реестр служб судебных приставов. Человек, не имеющий задолженности и не желающий разговаривать с коллекторами, может направить фирму письменное несогласие общаться. И если это не сработает, на помощь придут судебные приставы. То есть, если гражданин хочет пресечь и как-то оградить от себя некого дискомфорта, от этих вот звонков, смс, личных встреч, то это в его, наверное, интересах все вот эти вот как-то нарушения зафиксировать, доказать, показать. И с нашей стороны будет реакция по отношению к данным юридическим лицам. За нарушение закона коллекторским агентствам грозит штраф до полумиллиона рублей, а также приостановление работы на срок до 90 суток. Жалобы можно направить по телефону и адресу, который вы видите на экране. Все на посадку леса. В год экология сделалась регион зеленее, готового предприятия и природоохранная общественная организация. Уже весной начнутся лесовосстановительные работы. Об этом говорили на седании комиссии по охране окружающей среды, областной общественной палаты. Для Самарской области это актуальный вопрос. В 2010 году засуха привела к сильным лесным пожарам. Сейчас основная задача хозяйств – правильно организовать работы, подготовить почву в буквальном смысле слова и обеспечить всех желающих саженцами, чтобы акции волонтеров и лесовосстановительные субботники дали наибольший эффект. Десятки акций, сотни участников, тысячи высаженных саженцев, десятки гектаров восстановленных площадей и просто новых площадей, на которых проходят посадки. Работа налажена, но год экологии. И в этом году мы ожидаем еще большее количество инициатив от разных категорий граждан, структуры. Далее коротко о других событиях дня. ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Зубчининовка. По данным ГИБДД, 31-летний водитель Калины двигался по улице Макаренко в сторону выезда из города. Автомобилист не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик «Фатон», который остановился перед образовавшимся на дороге затором. В результате происшедшего водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков. По предварительным данным, оба водителя были в трезвом состоянии. Ведется проверка. Еще один тоннель появится в Самаре. Через него будут проезжать трамваи по пути к стадиону для игр Чемпионата мира по футболу 2018 года и в обратном направлении. Видеостроительных работ появилось в сети. Напомним, сооружение тоннеля стартовало в 2016 году. Он разместится на улице Дальней в районе пересечения с Московским шоссе. Его ширина составит почти 13 метров, длина около 26 метров. Самарские судебные приставы разыскали ребенка, которого отец незаконно вывез из Украины от матери. Мужчину зарегистрирован в Тольятти. Семилетнего сына он забрал год назад и с тех пор скрывался с ним. Вышли на него через интернет-провайдер, услугами которого он пользовался. Ребенка вернули матери, а отец был лишен родительских прав. Теперь он сможет общаться с сыном только через интернет. Мама с мальчиком возвратились на Украину. В Самаре возле радиоцентра появится здание полиции. На первый этап строительства потратят свыше 104 миллионов рублей областного бюджета. Новое полицейское сооружение и прилегающий к нему гараж возведут в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, около улиц Ташкентской и Демократической. Отдел будет находиться недалеко от стадиона «Самара-арена», где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Там разместят залы оперативных дежурных, комнаты для хранения оружия и боеприпасов, а также архивы, помещения для задержанных и кабинеты для сотрудников. Работы должны быть завершены до конца 2017 года. В Самаре регистрация на тотальный диктант 2017 стартует 29 марта. В этом году автором текста стал писатель и историк Леонид Юзефович. Будет организовано четыре площадки, где можно будет проверить свои знания по русскому языку. Свои двери откроют социально-педагогический университет на улице Льва Толстого, национальный исследовательский университет имени Королева, а также две библиотеки – областная и юношеская, обе на проспекте Ленина. Оставить свою заявку на участие и выбрать подходящее место для прохождения теста можно на официальном сайте диктанта. Кого посетила муза? Международный день театра. Лучшим актерам и коллективам раздавали статуэтки Самарской театральной музы. Кому же они достались, расскажет Мариана Мирная. 21 спектакль был представлен на суд-джюри в конкурсе «Самарская театральная муза». Самара Тольятти, Новокуйбышевск, драма, опера, куклы. Номинаций и претендентов немало, но правила конкурса гласят – муза должна достаться только лучшим. Всегда в районе Дня театра идет такое по театрам легкое волнение, потому что конкурс – вещь щекотливая. И, естественно, у какого-то театра год сложился более удачно этот год, у кого-то, может быть, менее удачно. Но каждый надеется, что его работа будет оценена. Признание – это вообще то, ради чего работает любой художник, артист в частности. Потому что признание зрителей – это одно, а признание коллег-профессионалов – это другое. Это как раз возможность сказать, ну да, я в этот раз молодец. Лучшая актриса музыкального театра – солистка оперы Ирина Янцева. Женская драматическая отправилась в Тольяттинское колесо к Ольге Самарцевой. В другой Тольяттинский театр юного зрителя «Дилижанс» уехала и премия за лучшую мужскую роль, которую исполнил Константин Федосеев. Если с главными ролями жюри было все понятно, то что же такое роль второго плана, объяснить оказалось трудно. Но актриса самарского драматического Евгения Оржаева, получившая эту премию, знает ответ на этот вопрос. Ну, надо просто всегда быть рядом. Со всеми, наверное. С партнером обязательно. Со всеми, со всеми. Просто быть рядышком и быть на их волне. В жанре кукол были отмечены Екатерина Баженова из Театра Лукоморья и Александр Кочудаев из Пилигрима. Одна из самых значимых номинаций за вклад в развитие театрального искусства Самарской области. В этом году ею были отмечены двое народных тольяттинец Виктор Дмитриев и прима самарской драмы Жанна Романенко. Я еще не хочу бронзоветь, делаться памятник. Я хочу работать, тем более я работаю очень много. И уже сейчас репетируем, и еще будем репетировать, поэтому все еще впереди. Честь наградить лучших молодых актеров выпала генеральному директору телеканала «Самара Гиз» Андрею Волковым. Музу получили актер театра драмы Владимир Морякин за роль Холстомера и актер театра студии «Грань» Даниил Богомолов за «Короля Лира». Режиссеру спектакля «Король Лир» Денису Бакурадзе пришлось подниматься на сцену аж четырежды. Его подопечные во время награждения как раз играли эту постановку в Новокуйбышевске. Премиями также была отмечена актриса «Грани» Любовь Тювилина как «Лучшая молодая», поделив награду с актрисой «Самарской драмы» Натальей Ионовой. А сам спектакль получил целых два спецприза жюри за лучший актерский ансамбль и лучший спектакль. Самый важный – это, конечно, ансамбль, потому что я, как режиссер, художественный руководитель, бы ничего не смог сделать, если бы не было той труппы, тех актеров, которые есть. Поэтому для меня огромное счастье, победа каждого в спектакле, для меня действительно моя личная удача. Уже 22 года муза находит своих героев, подстегивая актеров не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое ремесло, радуя зрителя новыми премьерами. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События. Чего хочет женщина, сам Бог не ведает, говорил самый известный самарский журналист Алексей Пешков. Позже он стал знаменит под именем Максим Горький. И сегодня, 28 марта, исполняется 149 лет со дня рождения буревестника революции. Валерия Макарова о том, какую роль сыграла Самара в жизни писателя. Телом я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре. Сюда Максим Горький впервые приехал в 1895 году, когда ему было 26 лет. Он приехал сюда, чтобы все эти впечатления, которые в нем до сих пор накапливались и зрели, во что-то предварились. Он здесь опубликовал, здесь он набрался уверенности, и вот в этом смысле, конечно, родился здесь как писатель. Здесь вышли его произведения «Песни о Соколе, Старуха и Зергиль. Однажды осенью». Свою работу он подписывал псевдонимами Ягудил Холамида, Пьеро, Дон Кихот и Паскарелло. После приезда в город Максим Горький по совету Короленко устраивается в Самарскую газету. В то время ее редакция располагалась вот в этом здании. Сначала Горький работает филеетонистом, а после – редактором. За это время он написал, опубликовал более 500 заметок, рассказов, очерков и филеетонов. Работа в Самарской газете для Горького стала настоящим трамплином в успешную жизнь. Ну а кроме того, здесь же он встретил свою первую и единственную официальную жену. Она – корректор Самарской газеты Екатерина Волжина, дворянка. Он – необразованный босяк из семьи Краснодеревщика. Ее родители сопротивлялись этому союзу, но в итоге они поженились. Судя по письмам Горького к возлюбленной, он не испытывал комплексов из-за своего происхождения и образования. Наоборот, был амбициозен и абсолютно уверен в своем таланте и востребованности. В 1896-м Горький был еще неизвестен, но буквально через два года после отъезда из Самары стал невероятно популярен. Мы выяснили, что знают об истории современные горожане. Здравствуйте, сегодня день рождения Максима Горького. Как вы думаете, что его с Самарой связывает? Учился здесь. Ну, не могу сказать полностью, с чем его связывают, но мы его все знаем, чтим, помним, любим. Леша Пешков, он же, по-моему, в Самаре, провел детство. Как раз это Горький, нет? Горького с Самарой? О, если честно, я даже не знаю. Не знаю. Он здесь работал, жил и писал в газете какую-то, так вот очень помню. А сможете что-нибудь из Горького процитировать? Конечно. На седой равниной море ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Сегодня имя Максима Горького в Самаре носит Струковский сад, загородный парк, улица и драмтеатр. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Баскетбольный клуб Самара вернулся в игру. Второй матч первого этапа плей-офф Суперлиги команда выиграла у Спартака из Владивостока. Счет в серии сравнялся 1-1. О подробностях розыгрыша баскетбольного кубка расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Четвертьфинал баскетбольной суперлиги стартовал и в Самаре. Горожане в регулярном чемпионате страны заняли третье место, поэтому первые игры плей-офф принимали на родном паркете. Соперник Спартак из Владивостока осмеялся набирать победные очки уже в гостях. В первой игре Самара потерпела досадное поражение 76-90. Планы были на отдельную конкретную игру. На серию планов нет, потому что отдельно взять эту игру, выиграть игру. Следующий вечер показал. Самарские баскетболисты не собираются ехать на Дальний Восток аутсайдерами пары. После первой четверти второй игры они вели в счете 4 очка. Второй проиграли по фолам. Спартак был точен в исполнении штрафных. 36-37 в пользу гостей. И на большой перерыв они уходили с победным настроением. Тренер будет решать, что предложим. Свою игру будем играть, дальше давить. Самара вернулась в игру в середине третьего периода. Менее чем за одну минуту горожане организовали три результативные атаки и вырвались вперед. 49-43 Глеадоры, Алексей Жуканенко, Максим Числов и Сергей Топоров. После такого успеха Самара продолжила забивать. Спартак совершал ошибки как в атаке, так и в обороне. На последний перерыв хозяева паркета ушли с преимуществом уже в 9 очков. Сейчас мы победили, то есть на нашей стороне какое-то психологическое преимущество. Пускай теперь они дергаются и думают, что с вами сделать. Спартак не нашел ни сил, ни возможности в финале противостоять самарской команде. Почти каждая атака приносила очки горожанам. В корзину стали залетать все чаще трехочковые. Отрыв увеличивался. Сирена зафиксировала успех Самары. 78-68. Команда сравняла счет в серии 1-1 до трех побед. В четверг и в пятницу Самара продолжит борьбу в плей-офф Суперлиги, но уже во Владивостоке. Четвертьфинал может закончиться для обеих команд на Дальнем Востоке. При ином раскладе пятый матч пройдет 3 апреля в понедельник вновь в Самаре. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok